привет друзья викли номер три сегодня у нас тематика велопоходов а точнее построение маршрута для своего туринга то есть велопутешествия так как будем говорить о походе то предлагаю правильно одеться лучше обязательно панама чтобы защитить свою голову от солнца и прочих все по снаряжению мы готовы следующий момент о чем именно мы будем говорить как я уже сказал речь пойдет о по стране маршрута для этого нам понадобится карта достаточно большая уверен что настолько большая не уверен что это но ладно пусть лежит пригодится в походе все всегда пригождается если есть такое слово конечно же нам нужна фляга потому что фляга это спасение как в плохую погоду так и с не очень разговорчивыми собеседниками последний у нас гитара расстроенная но мы с вами веселые поэтому начинаем совсем забыл нужно еще заварить кофейку потому что с кофейком все идет всегда лучше чашечка кошечек наливая подготовка закончена можно начинать для построения маршрута мы будем пользоваться ноутбуком я расскажу о двух способах построения первый будет более дилетантским второе будет уже для продвинутых юзеров перед тем как я перейду к описанию и показыванию на практике именно своих способов надо понять на какое расстояние да и на какую продолжительность вы собираетесь ехать это может быть неделя 10 дней две недели три недели месяц два месяца 6 месяцев год два года и так далее шутки шутками но всегда для начала определяйте на какое именно время вы хотите поехать именно от времени мы будем отталкиваться по расчету километража сколько именно проехать километров в день до за всю поездку прямо сходу рассчитать достаточно сложно нужно чувствовать себя свое тело знать на что ты способен знать на что способны твои компаньоны для начинающих велопутешественников я советую ориентироваться на 80 километров в день это достаточно хороший показатель он позволяет не только преодолевать расстояние но и смотреть по сторонам купаться летом спать летом общаться с местными не только летом в любом случае это достаточно приятный темп темп 100 120 километров уже рекомендую для более продвинутых ребят которые в сезон просто проезжают там 6 8 9 тысяч километров для них это уже посильное расстояние если вы проезжаете меньше то лучше не рассчитывать на такую цифру в любом случае настоятельно рекомендую перед поездкой потренироваться речь идет не только о велосипеде но и о базовом о фп а у фп это у нас общая физическая подготовка отжимания подтягивания мышцы кора как модно называть пресс сделать и на этом акцент классно когда ты чувствуешь себя и понимаешь на что ты способен однако хватит лирики переходим от слов к делу хотя для начала я скажу ребят не обязательно строить маршрут можете не смотреть это видео не лайкать его не делиться им просто закончить здесь потому что для классного велопутешествия маршрут не нужен почему я так говорю потому что в мое самое первое самостоятельное путешествие было просто без какого-то маршрута у меня был билет в копенгаген и билет из осло я проехал через всю скандинавию со мной все было хорошо в этом путешествии у меня были самые классные знакомые и очень веселая ситуация но все-таки скандинавия это очень такой продвинутый современный регион с хорошими дорогами там потеряться практически невозможно если вы планируете поездку в куда-то более такой отдаленный от людей до более природная оффроуд место то конечно же лучше иметь план на этом моменте точно хватит слов и переходим компьютеру способ номер один достаточно простой и как я уже сказал совершенно дилетантский он заключается в использовании гугла частности поисковика google и google maps тут строить какой-то маршрут специально я не буду предлагаю рассмотреть на примере моей поездки в ирландию вот так выглядит готовый маршрут по ирландии тут на самом деле все достаточно просто и подобную маршрут можно составить за несколько часов а то и быстрее все зависит от детализации и от качества исполнения после того как мы решили что хотим ехать в ирландию и приблизительно знаем что хотим потратить на это две недели надо открыть google и напечатать там да да достопримечательности ирландия как вы видите в поиске вылезают 15 лучших топ-20 топ-20 много фото даже предлагают давайте вот по этой ссылке нажмем понимаете да к чему я клоню мы находим достопримечательность в интернете выделяем название открываем это в карте тут это место вбиваем и она отмечается на самом деле в моей карте уже есть место это долина гленда лох вот так вот выглядит карта с метками которые я хочу посетить дальше я добавил на карту метки с warm showers это на самом деле классный сервис который позволяет останавливаться уместно сейчас о нем рассказывать не буду посвящила этому отдельный выпуск вот так вот карта выглядит с домиками дальше я точно так же как и с достопримечательностями прогуглил какие-то классные места где можно разбить палатку не всегда хочется ставить ее у дороги или тем более платить за кемпинг поэтому вот тут появилось еще несколько деревьев так я обозначаю дикий кемпинг осталось прочертить между этими точками маршрут так чтобы он захватил как можно больше точек получилось вот такая штука как видите все достаточно просто интерактивно к сожалению этот способ больше подходит для автомобиля или для автобуса возможно главный минус для велосипеда это то что здесь нету перепада высот а перепад высот это вещь которая максимально влияет на качество туринга и на планирование маршрут поэтому данный способ подходит для быстрого проектирования для общего представления я не рекомендую его использовать конкретно для создания полноценного маршрута пела поездки поэтому плавно переходим ко второму способу которые используют отличный сервис gpscs.com это отличный сайт где находится куча уже готовых треков и удобный конструктор для создания собственных для того чтобы найти какой-то маршрут надо просто зайти во вкладку подобрать расширенный поиск чтобы создать соответственно в редактор треков создавать сейчас не будем давайте разберем на примере какого-то готового трека нажимаем расширенный поиск в мае этого года я собираюсь грузию предлагаю взять грузию как пример выбираем грузию город билиси потому что именно там мой маршрут заканчивается а значит мне надо оттуда улететь что еще надо выбрать радиус отвечает за то в каком радиусе от выбранного города будет искаться маршрут оставляю 25 по длине делаю на самый максимум потому что все таки это у меня не тренировка не бревет не поход выходного дня у меня будет две недели и хочется посмотреть конечно побольше чем 249 километров нажимаем поиск сейчас сайт выдаст очень много вариантов естественно не надо брать первый попавшийся и в любом случае надо качественно разобрать готовый трек давайте посмотрим что нашлось по названию мне уже нравится маршрут вела джорджа 2019 джорджа это не григорий не гоша это грузия на английском ну наверное вы это знаете здесь сразу видно что маршрут составляет 1000 километров что он подходит для горного велосипеда и то о чем я вам говорил сразу пишется общий подъем здесь все составляет где-то 19 километров это достаточно много если найденный маршрут вам нравится то тут есть один лайфхак можно попробовать связаться с автором для этого выбираем пользователя сразу можно посмотреть что он зарегистрирован достаточно давно что это не первый не второй вот это скорее всего он из москвы потому что вокруг москвы больше всего и есть окошко где можно написать сообщение в этом окошке можно написать привет собираюсь поехать по твоему маршруту в грузию можешь пожалуйста ответить на пару вопросов несколько недель назад я нашел подходящий именно мне маршрут написал точно так же сообщение человеку и буквально через час этот человек мне написал в контакте он ответил на все мои вопросы и даже больше прикрепил видео отчет о своей поездке фотографии посоветовал куда стоит заехать и самое классное дал контакты людей у которых можно будет остановиться если составитель трека не отвечает вам или вы решили с нуля нарисовать свой собственный тут есть два совета первое можете найти какой-то тематический форум либо знакомых из того региона и пообщаться с ними второе можете воспользоваться опять же google maps а точнее панорамами этого места так как мы говорим о грузии то я открыл google maps карту грузии дальше надо нажать на человечка в правом нижнем углу тем самым на карте появятся точечки для фотографий и полоски вдоль дороги для панорам дороги к сожалению в грузии их нет но если опустить ниже до территории армении да или с другой стороны турции простите друзья я не очень дружу с география как это не странно но вернемся грузии и ее . нажимаем на точку нам откроется скорее всего какой-то прекрасный вид на развалины еще на развалины еще на развалины ну вот там вдалеке виднеется асфальтовая дорога то есть в принципе ну и вот тут виднеется асфальтовая дорога в общем понятно что здесь асфальт этот метод не такой действенный вот но порой это единственная возможность узнать о покрытии и вообще дорожном состоянии давайте подведем итог я рассказал о двух вариантах построения маршрута 1 с использованием google и google maps необходимо найти интересные точки места где ставить палатку где можно остановиться у людей все это положить на карту и провести маршрут так чтобы захватить как можно больше точек тут нет перепада высот более профессиональным методом является построение трека в специальном конструкции там есть перепад высот и что ценнее уже готовые маршруты которые люди скорее всего уже проехали и могут как-то прокомментировать друзья на этом все был рад поделиться с вами своим опытом если у вас остались какие-то вопросы или наоборот появились новые пишите в комментарии я с радостью отвечу на них делитесь видео с друзьями ставьте лайки этим реально поддержите меня и мои дальнейшие проекты помните что велосипед велопутешествие это очень круто это открывает для вас мира дарит единение как с природой так и с местными людьми мне кажется это очень круто хорошего настроения и до скорых встреч пока до новых 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 встреч пока